Сегодня 22 марта и уже идет 16 день, как мы выехали с Киева и колесим по Украине. Меня зовут Евгения, вы на канале Happy Женя, добро пожаловать. Сразу скажу, что я извиняюсь за то, что выкладываю видео, я держу камеру на руке. Это, конечно, не очень удобно, поэтому sorry. Хотя у меня с собой есть и кольцевая лампа и штатив, но так как мы не знаем, где мы будем долго останавливаться, я ее даже не раскладываю. Ну, это не совсем уместно в этой ситуации. Поэтому сразу извините, если я вам надоела в таком ракурсе. Окей, два дня прошло, как мы выехали с садика, и мы сейчас находимся в центральной части Украины. Сейчас мы остановились на два дня в церкви. Да, здесь предоставляют жилье, здесь кормят, но остановиться здесь можно на день и два, скажем, передохнуть, помыться и понять, куда двигаться дальше. Если честно, когда мы ехали, я поняла, что я хочу домой в Киев. Я так сильно хочу, что у меня просто нет никаких сил просто дальше курсить, курсировать. Хотя я знаю, что 10 миллионов человек сейчас эвакуировали со своих мест, и они, скажем, мигрируют по Украине. Кто в западную Украину, кто в центральную часть Украины, кто куда, кто знакомых, кто где находит себе пристанище и приют, и ищет безопасное место. Мне очень хочется домой. Но буквально на днях, вот мне было до этого видео, ну, скажем, полтора суток назад, недалеко возле нашего дома был взрыв на Ретро-Вилле. Поэтому сейчас мы туда поехать не можем, так как там сейчас очень-очень опасно. Ну, вы знаете, у меня сейчас такое состояние, или я уже адаптировалась, ну, скажем, к тому, что идет война. Я не знаю, совершенно у меня нет ни страха, ни, мне кажется, уже стресс куда-то пропал. Мне просто хочется попасть к себе домой. Знаете, мне кажется, вот я когда-то давно, давно видела какой-то фильм, когда человек дома не был очень долго, а потом он приехал домой, прямо стал на колени, стал целовать порог. Вот такое, мне кажется, у меня состояние, что когда я попаду в свою любимую квартиру, Господи, она мне будет такая родная, и, мне кажется, там выходить не буду долго, буду радоваться просто от того, что я там нахожусь. Вот, но это я просто сейчас рассказываю о своих эмоциях. Сейчас на улице очень-очень тепло, уже, наверное, градусов 12. Я опять сижу в своей зимней куртке, но пока еще терпимо. И на ногах у меня тоже зимние старые ботинки. Но у меня есть кроссовки, но они, правда, очень легкие. Но пока еще терпимо. Пока я спасаюсь, скажем, обхожусь с той одеждой, которая у меня есть. Вот. И, знаете, я скажу так, что я заметила, заметила очень давно, что в моей жизни присутствуют только лучшие люди. Где бы я ни находилась, куда бы я ни ехала, в каких бы ни было обстоятельствах, всегда в моей жизни лучшие люди. Ну, почему я так, ну, говорю такую фразу «лучшие люди»? Я не могу это объяснить. Но, допустим, были мы на Западной Украине в садике. Там были настолько хорошие люди, с кем я познакомилась, мы обменялись контактами. Ну, знаете как, люди с золотыми сердцами и с чистой душой. И всегда как-то по жизни, с кем я знакомлюсь, с кем я общаюсь, в каких бы ни было ситуациях, как-то вот через жизненный фильтр проходят люди, ну, скажем, отрицательные, негативные, они как-то фильтруются, а задерживаются люди позитивные и положительные. Может быть, потому что я такая веселая, энергичная, и, знаете как, вот тянутся ко мне. Не могу объяснить, чем, но, скажем, даже в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, все равно, кого я вижу, с кем я знакомлюсь. Вот сегодня на завтрак мы кушали, тоже познакомилась с семьей из Харькова. Такие позитивные, и папа такой добрый, и мама хорошая, и сынок у ней хороший. Ну, как-то вот, мне, мне кажется, не попадаются люди отрицательные. Ну, как-то вот по жизни не попадаются, и, ну, скажем, и слава богу. Вот, куда дальше? Вот, кстати, самый такой важный вопрос, куда ехать дальше? Вот сейчас, скажем, какой-то ступор. Ну, я думаю, что сегодня вечером или завтра утром я приду к какому-то знаменателю, куда дальше? Мне кажется, надо все-таки немножечко выждать. Сейчас обстановка, как нельзя, как, скажем, ну, вот она накалилась, ну, это я именно вот по Киеву. И на данный момент, вот моя интуиция подсказывает, что надо несколько деньков еще подождать и выждать, посмотреть. Ну, как только-только, вот там чуть-чуть станет поспокойнее, то я сразу туда поеду, сразу. Вот. А куда сейчас? Ну, наверное, надо найти какое-то себе пристанище, может, еще дня на три, на четыре. Где я буду искать, еще пока не знаю, потому что, как я уже говорила в предыдущих видео, что те люди, которые обладают большими финансовыми возможностями, они могут позволить себе снять любое жилье, любой отель. А сейчас цены увеличились, наверное, x10. Сейчас цены стали очень-очень высокие. Квартиры, и посуточно, по нормальным ценам сейчас, ну, их реально нет, потому что, представьте, 10 миллионов людей сейчас мигрируют по всей Украине. Ну, вот, поэтому их не найти. Вот. А те квартиры, которые свободные, их сдают по таким ценам, что, ну, это просто, ну, чисто физически я просто не могу заплатить такую цену, а это еще нужно поселиться еще, и даже если я там буду голодать на хлебе, на воде, я просто не смогу, ну, у меня нет таких на данный момент финансов и ресурсов, чтобы я оплатила там по 70, по 80 тысяч в месяц за квартиру. Ну, ладно, это все мелочи. Знаете, как я буду относиться к этому по-философски? Не буду плакаться, слава Богу, что наша семья сейчас, вот на данный момент, мы сейчас находимся в безопасности, мы находимся в тепле, у нас есть крыша над головой, нас покормили, у нас была возможность вчера принять душ, о, Боже мой, принять душ. Вы знаете, это вот сейчас, наверное, я ценю вот эти мелочи, реально я ценю мелочи, что принять душ и быть чисто, помыть голову, это такой кайф, и это сейчас очень и очень ценно. Вот это, ну, как если раньше это было для тебя как в порядке вещей, там, пойти помыться, там, поменять себе чистое белье, это считается, ну, как бы считалось нормальным, обыденным, то сейчас ты это ценишь и думаешь, о, ес, ты помылся, ты чистый, уже хорошо. Вот, ну, сейчас скажем, как, наверное, и многие, вот мы просыпаемся, я, у меня такая, как молитва благодарности, я благодарю вселенную, благодарю Бога за то, что мы проснулись, мы живы, мы в безопасности, и благодарю этот день за то, что ты у меня есть, за то, что я могу видеть солнце, за то, что я могу дышать, за то, что мои родные рядом, наверное, сейчас вот такие ценности, и сейчас это очень важно, ну, такое коротенькое видео я хотела записать, и скажу, что я все равно не сдаюсь, я в боевом настроении, с боевым духом, и я думаю, в любом случае, что все будет хорошо, всем хочу пожелать мира, добра, чисто человеческого, простого человеческого счастья, будьте позитивны, будьте оптимисты, и поверьте, когда вы позитивный человек, вы будете притягивать к себе таких же хороших людей.